Привет, дружище! Я представляю твоего внимания обзор на мод История Поли Эпизод 1 от Сержа Мельхиора, который он мне скинул совсем недавно. Хорошо, ложка к обеду, поэтому я подумал, почему бы и нет. Он сказал, мод небольшой, я еще в него не играл, даже не запускал, поэтому мы с тобой будем смотреть вместе. И я надеюсь, что наслаждаться действием. Пол История Мод Эпизод 1. Ну что, давай к с тобой приступим. Посмотрим, чем нас сможет удивить. И вообще, Серж молодец. То есть, это вполне хайпа, решил сделать и большой модик. Это хорошо, потому что очень многие ждут продолжения Истории Поли, и я очень жду. Но вот, как раз, скратать это ожидание можно при помощи вот таких вот модификаций. Давай посмотрим. Пролог. Привет всем! Я Серж Мельхиор, и это первый эпизод мода История Поли. Вам может показаться, что это ответка на польскую версию мода, как это делал Кайзер, разрабатывая свой Submission Pack. Но это не так. Мое желание сделать мод тянется с 2013 года, а наработки были сделаны еще в 2015. Так что мне не было смысла делать какие-то там ответки. Но польская версия вдохновила меня добить то, что я наработал 3 года назад. Теперь об особенностях модов. В нем присутствует озвучка. И большое спасибо вам, ребята, за участие. И извините за то качество, что я получил на выходе после обработки. Особенно те, кто записывал на хорошую аппаратуру. Я хотел, чтобы при прохождении летсплейщики, зрители их каналов и просто игроки не вслушивались, что там сказал персонаж, а четко все слышали. И как-никак микрофоны у всех разные, и я пытался добиться одинакового озвучания. И получилось то, что получилось. Надеюсь, что вы примете участие и продолжение. Если что. Также в моде есть секреты и пасхалки. Так что осматривайтесь и исследуйте, когда вы пешком, и смотрите по сторонам при езде на авто. Например, наличие либо отсутствие некоторых секретов дают возможность получить другие секреты с их участием. Хотя мод и тестировался бета-тестерами, за что им спасибо. В моде есть некоторые недоработки, которые я не в силах исправить. Например, если вы погибли и нажали еще раз, и словили вылет, то просто перезапустите игру и через меню загрузить, найдите сохранение мода. Каждая миссия имеет свой слот. Еще может не работать карта города. Но это даже не баг, а фича. Плюс с 1 хаккорности. Не удивляйтесь тому, что в 20-х годах, помимо болт-рейсов, ездят фальконеры и прочие машины 30-х. Нет для мафии автотранспорта 20-х годов. Хотя по оружию я учел временной отрезок. На этом у меня все. Успешного прохождения. Ой, ну наконец-то, Мельхиор, ну прям очень затянут, на самом деле, с трудом выдержал. Серж Мельхиор и компания представляет Поллисторис Мод Эпизод 1. Бар Салери спустя несколько часов... И тут он как ударит этого Мореловского прихвостня по черепушке. Бедолага даже понять ничего не успел. Полли, хватит. Я уже больше не могу это слушать. С тех пор, как вы вернулись в задание, ничего другого я от тебя не слышал. Полли, действительно. Ты с своим рассказом уже всех разогнал. Говорит, только мы и остались. Ну, если вы настаиваете, то ладно. Может, тогда я вам что-нибудь другое расскажу? Я знаю много отличных баек. Спасибо, но не надо. С меня на сегодня достаточно. Как хотите, а я домой. Что-то совсем старый стал, Сэм, ель встает. Голову-то не сверни. Ну ладно. Закрыл глаза, я вовремя моргнул. Я еще послушаю. И что же тебе такого рассказать? Полли, расскажи Тому про свое появление здесь. Да, почему бы и нет. Луиджи, принеси еще по бутылке. Мы тут надолго. Прибытие в Лост Хевен. Такой чемоданчик подтертый примерно в 20-е годы. Причем примерно. Мое детство прошло в Сицилии на улице. Родителей я не знал. И вместе со своим другом Карлом мы крали еду. Просили милостыню. А когда подросли, то начали обворовывать местные магазины, взламывая замки. Наступила война. И мы решили сбежать в Америку. В поисках лучшей жизни. Мы присмотрели грузовое судно. И при попытке проникнуть в трюм, меня схватили. А Карло удалось спрятаться в одном из ящиков. Я лишь только успел заметить, что корабль плыл в Лост Хевен. Я прибыл в город вечером. При выходе из порта я увидел, что один Верзилов в костюме избивает какого-то беднягу. А второй наблюдал за происходящим. И я решил ступиться за парня. Не смог пройти мимо. Карло, это в случае мне телохранитель Дона. Или, может быть, я что-то путаю. Или это совсем другой парень. Ну ладно, не важно. По крайней мере, классная локация начальная. Мне она очень нравилась. Всегда. Эй, парни. Двое на одного. Это как-то не по правилам. А тебе какое дело? Хочешь получить то же, что он? Это легко устроить. Где-то я это уже слышал. Ну да, ооо, чушь сразу-то на меня, а? Ну, Карл, надеюсь, что там справится хоть? Один на один, да? Эх, вы бездарей. Даже попасть по мне не можете. Ай, блин, ну ладно. Заберите, славообратно. Ты хоть что-то можешь. Там у меня костет в руке, да? Нет, кулаки. Откуда же у маленького поля, у юного совсем поля костет, да? Ну, смотри, сноровку-то я не потерял. В битвах. Ай, блин. Главное не зарекаться о своих успехах. Так когда что сдохнешь, наконец-то? Ну, ура. Так, все. Все, сейчас. Делал техники. Завалить этого. Верзил, негодяя. Как они могут очнуться, они мертвые? Так, ну ладно. Первая схватка, вроде-таки, неплохо. Давай садись быстрей. Времени нет. Серж, я понимаю, конечно, что... Фальконер, он как-то к 20-м годам не к месту. Но Шуберт Экстрас Икс в 20-е, это как-то вообще странно. Беспалевно припаркованное авто из будущих возле порта. Ой, когда в трафике одни болтейсы, это как-то смотрится... Чудно. Что? Круссайдер? Круссайдер, да? В 20-е. Меня зовут Гаспар. Меня Поле. Спасибо тебе еще раз. Если бы не ты, сейчас бы наверняка лежал где-нибудь в Канаве. А что это за люди были? И странно, что никто не прибежал. Люди Морелла. Порт это его территория. Нам еще повезло. Черт, меня попутал. Покуситься на его автомобиль. Морелла? Это кто? Откуда свалился парень? Морелла это самый конченый ублюдок во всем городе. Ну, еще есть Сальери. Я слышал, что он более справедлив. И, конечно же, Тон Пипоне. Он их всех возглавляет. Я приплыл всего полчаса назад в поисках друга детства. Так тут, получается, всем заправляет мафия? А, я смотрю, ты догадливый. Сейчас доберемся до квартиры моего хорошего друга, там все и расскажешь. Договорились. Что мне понравилось, тут не нужно водить машину. Карл справляется совсем сам. Это здорово, правда, немножко тупит. Ну ладно. Так, интригующее начало. То есть, Полли приплыл откуда-то издалека по морю навестить своего старого друга в этом городе. Он был не в курсе, что этот город возглавляет мафия. И вот узнал, что тут один есть тиран, который над всеми издевается. Есть один с Сальери, который более справедливый и главенствует над всем этим Дон Пеппоне. Так. Так, давай спрячем машину здесь, а дальше пройдемся. Да без проблем. Так, нужно не забывать про пасхалки, про которые говорил Мельхиор. Так, никогда не знаешь, что тут интересно можешь найти, да? Пришельцы где-нибудь, какую-нибудь статую, бабенку полуголую. Так, Lost Heaven, Heart War Company. Опа, нифига себе, это же полицейский, Булт Эйс, серьезно? Вот что чертовски не хватало оригинальной истории Поли. Вы ушли слишком далеко, что? Ну ладно. Давай садись быстрее, времени нет. Да ладно! То есть я ушел слишком далеко, и мне нужно будет опять перепроходить все с самого начала? Вот тебе и поискал пасхалки на свою голову. Ну, продолжим отсюда. Так, что-то я могу выпускать. Эй, почему я камеру не могу вращать? Кстати, у этого Гаспаро очень приятный голос. Прям вообще круто. Зашел парнишка. Так, заворачиваем. Нет, ну полицейский Булт Эйс, это вообще классно. Потому что меня удивляло, почему в 20-е годы, в польской истории, когда вы там вгнались за юным 15-летним поле, там был обычный... Так, давай спрячем машину здесь, а дальше пройдемся. Конечно. Ну, теперь я тебя не отстану. Я знаю, что ты такой ублюдок ушлый. Так. Ну, тут вроде ничего нету. Может быть, я просто не очень внимательный что-то упустил. Ну, вы мне в комментариях наверняка напишите, что... Ты вон там вот такую классную пасхалку упустил, бездарь. Ну, пока я тут ничего не вижу. Ну, кроме вот, блин, полицейский Булт Эйс, вообще шикарный. Пока что это лучшее, что я тут увидел. Ну, после озвучки этого Гаспара. Так. Карл, открывай, дело есть. Открыто. Привет, Карл. Тут такое дело. Парне тут помощь нужна. Он ищет своего приятеля, и поэтому... Поли, Карл, дружище! Ну, видимо, все решилось само собой. Интермедиа 1? Вот так, в течение часа, я нашел своего друга детства. Серьезно? Зача остановить морду двум гангстерам, угнать их машину и встретить человека, которого искал? Тебе не кажется, что это звучит неправдоподобно? Ты прав, но все случилось так, как я рассказал. Позже я и Гаспара поведали Карлу про свои приключения. Я, начиная с последней нашей встречи, а Гаспара с идеей угнать машину людей Морелло. Карл за такую безрассудность высказал все, что он о нем думает, и ночью отвез машину за пределы города. И что потом? Сначала все шло хорошо. Мы занимались автоугонами и делили выручку. Но спустя месяц во всех газетах появились заголовки о смерти Пиппоне. В статьях упоминалось, что он умер от остановки сердца, но Карл с Гаспара считали иначе. И через неделю после смерти Пиппоне наши дела пошли ко всем чертям. Кстати говоря, Сержу Тесла, молодец, набрался уверенности и прям очень классно озвучивает. Просто муа! Вкусно. Завтрака ко мне заглянули Карл и Гаспаро. Поли, мы знаем, что ты думаешь. Ах, никогда поесть не дадут по-человечески. Поговорите с Карлом и Гаспаро. Привет, Поли. Есть очередная работенка. Вы на часы смотрели? Я толком позавтракать не успел. Извини, дружище, но дело срочное. Три автомобиля требуют нашего внимания. Ну наконец-то, а то я засиделся уже тут. Погоди, Карл еще не сказал главного? Ах да, через одного знакомого мне удалось достать 20 метров на 10. Хм, неплохо. Кто возьмет? Ты и Карл. Я оружием никогда не пользовался. Ну хорошо, поехали. Но сегодняшние выручки мне на 5% больше. За испорченный вами завтра. Как скажешь, дружище. Как скажешь. Первые потери. Блин, это как-то не очень хорошо звучит. Садитесь в машину, что на этот раз я веду, да? Ну ладно, я не против кататься. Уже даже немножко соскал. Туда едем. Нам надо посетить 3 места. Больницу, галерею и парковку возле проходного причала. Откуда информация? Из надежного источника. Тачки новые. И покупатели их уже ждут. План действий стандартный. Да. Каждый возьмем по машине. Встречаемся в условном месте. В рабочем квартале. Езжайте к первой машине и высадите Карла. То есть мне нужно ехать в Нью-Арке, в больницу и там машина. Классно, шикарно. Я на топ нажимаю. Действительно, карта тут не работает. Видимо, Мельхиор специально ее вырезал, чтобы было сложнее для старичков, которые так знают хорошо город. Так, я завернул не туда. Вот, блин, старичок, который идеально знает город, кто же проходил игру больше 20 раз. Завернул совершенно не туда. Ну ладно, интересно, по крайней мере. Такие вот интермицы, как в оригинальной игре, когда вспоминают и приключаются действия на современный, так сказать, лад. Смотри, я заехал в Барсельере и тут, ты глянь, гангстерский фальконер стоит. Пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе, Рафлэйн, аж две штуки. Кромельного цвета. И вот еще это Рафлэйн черного цвета и еще один фальконер гангстерский. Вот так. Ральфи тут не стоит, а я очень хотел бы с ним поздороваться. Ну, в 20-е годы, поэтому, скорее всего, он еще и даже не работал на Сальере. Так, ребятки, я обезвратился к вам. Ну что, едем в Нью-Арке. Кстати, ограничитель скорости ты можешь вообще, в принципе, не ставить. Блин, они же на болты исходят, они тебя тупо не догонят. Ты на фальконере, ты можешь себя чувствовать царем. Так, ну пасхалок пока никаких не увидел. Вообще. Никаких интересных фразочек тоже во время поездки нет. Тихо-ти... Ой, блин, развернуло это как. Ну что, мы почти с собой доехали до первой машины? Я надеюсь, что не нужно будет ездить по всему городу и собирать эти машины. Как-то, блин, это было так уныло. Да-да-да-да, конечно, попробуй меня догони. Захлебнись пылью из моих колес. Ну, арестовать мне еще хочет. Наивный-то. Наивный крестьянский юноша. О-о-о-о. И что же за тачку нам там нужно угнуть? Чупо. Болт V8? Так. Это возьму на себя. Как отъеду, езжайте ко второй машине. Игра сохранена. Езжайте ко второй машине и высидите Гаспару. Так, а вторая машина-то где я прослушал? Я запомнил только больницу Нью-Арка и все. Ну, видимо, придется ориентироваться по компасу. Ладно. Карты нет, зато есть компас. Хоть так. И на этом, как говорится, спасибо. Ну, как мы понимаем с тобой, да, что опять стрянут наши герои в какую-нибудь передрягу, незря же они про Смит Вессона говорили. Вот. И как-то, видимо, в связи с этой передрягой Поле окажется в семье Солери. То есть, альтернативной, альтернативной истории, как именно Поле попал в семью Солери. Если ты помнишь по истории Поле, если ты не смотрел до сих пор мои прохождения этого потрясающего польского мода, бросай все и смотри. Вот это реально шедевральный мод. Ты не пожалеешь. Там еще юный 15-летний Поле, неотесанный. И такие вот события, конечно, происходят очень неожиданно. Ну, посмотрим на нашу русскую, как говорится, историю, альтернативу зарубежному контенту. Так, вторая машина находится возле музея. Блин. Гаспар не выходит, вытащи его вручную. Да вышел, вышел, нормально все. Че ты прям паникуешь-то? Вытащить его вручную. Прикольная пасхалка. Если это пасхалка, конечно. Так, так, так. Теперь надо искать третью машину. А вообще, куда он побежал-то? Я вообще ни одной машины тут не вижу. Болт-рис, что ли, стоящий? Ну, вряд ли. Так, опа. Два таксиста. Это отсылка к миссии пассажир, да? Опаньки, да тут рядышком прям. Болт-в-8 стоит красненький. Так. Подъезжу. Ну, че, прям нужно прям конкретно возле крестика, да? Отлично, зачлось. Так, никого там нету, че у меня за оружие-то есть? Смитвессом, да, 10, как и договаривались. Не обманули. Дружище, это же кабриолет. Можешь просто срезать козырек, да и все. Там даже стекла нету. Мистер, предъявите, пожалуйста, ваши документы. Документы? Да-да, конечно, сейчас. Офигеть документы, блин, на полуздоровье. Че-че-че-че-че-че? Смитвессен М-19-17? Сильно. Охренеть можно, какой он точный-то. Да, че-то какие-то варьеты жесткие. Прям сразу вспоминается кайзеровский сабмишн пэк. Ну че, уделали нас с тобой? Ааа, вот к чему он бежит. То есть это болт Model B. Таксишки-то по-прежнему там стоят. Ладно, буду знать, что тут враги жесткие. Нужно аккуратными быть. Хитростью надо брать. Так, ну конечно, неожиданно, да. Скрываешь ты тут машину, пробегает какой-то, блин, не очень хороший человек и пытается у меня документ проверить. Нет, на самом деле, там же даже стекла нету, блин. Залез и все, даже не толстый. Или мух, блин, сразу. Почему стрелять они начали? Сказал, что просто ключи забыл там у любовницы. Мистер, предъявите, пожалуйста, ваши документы. Документы? Да-да, конечно, сейчас. Или там у меня жена рожает. Ну че-то можно было бы придумать-то. Охренеть, серьезно. Какой же ты, блин, вообще живучий. Так, Смит Вессон, 19-17. А чем отличается от 19-11? От десятки верни. Ага, это магнум, типа. Одно хп, как символично-то. А где я подлечиться смогу? Так, ну ладно, болт В-80 мы с тобой достали. С горем пополам, блин, теперь врезаться нельзя, вообще ни во что. Даже в бабульку, переходящую дорогу, врезаться нельзя. Но кулюкой убьет Оли. Так. Езжайте к месту встречи. Опа, я попал по трамвайу с единицей хп и выжил. Я, видимо, родился под той звездой. Условленное место, как я понял, в рабочем квартале находится. Там же ребята наверняка пригнали свои краденые тачки. И каким-то образом мы будем пытаться их реализовывать. Так, тут уже ограничитель скорости. Одно хп. Черт их знает, вот этих вот полицаев на болтейсах. Че они по-наумею. Как начнут, блин, палить со своего оружия за 100 метров голову. В сабмишн пеке, я помню, это было вообще что-то с чем-то. Я один эпизод перепроходил, там, часа два, бесился, горел, просто как черт. Ой. Ладно. Осталось ехать совсем немного. Главное не врезаться, я не хочу опять красть эту машину. Опять убивать этих жестких полицейских, рыбокопов. Опять слушать, что я должен кому-то предъявить документы. Причем, смотри, стрелять начал именно полицейский сразу, не я. То есть он присел и начал по мне палить. Только потом я уже достал свое оружие и стал стрелять в ответ. При этом ему пуль... Шесть пуль я в него садил, ему оказалось мало. Что же такие за киборги-то в 20-е годы были? Вот этот вот поворот я пролюбил, так сказать. Сейчас все будет как надо. Да, суть в том, что там две машины припаркованы уже. Но одна из них был тейс, это явно не то, что мы хотели угнать. Ага, знакомое место, чертовски знакомое место. Блин, крутая отсылка, кстати говоря. К самому первому эпизоду полисторис. Так, 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 пушечку-то надо убрать. Братья, надо пушечку, дружище. Так, ну я на месте. Это уже, блин, не моя головная боль. Почему он не может заехать сюда? О! А я тоже сделал не я, ну ладно. Плюсик пропал, могу уходить. Игра, надеюсь, что сохранена. И куда мне дальше идти? Опа, а туда меня уже не пускают. Или тут что-то какое-то невидимое препятствие. Так, ну. Езжать к месту встречи. Я доехал до места встречи. Блин, опять эти баги. А да что ж такое-то? Ну, довези ты уже меня. Давай поменяемся местами. Я тебя нормально транспортирую. Ну, в какого хрена ты так тупишь? Почему я не могу его выкинуть из машины? Почему я не могу с ним поговорить? Может, ему плохо? Может, я помочь другу хочу? Ой, беда какая, блин. Ну что, из-за этого бага мне пришлось все перепроходить практически заново. То есть, от угона третьей тачки. Ну, по крайней мере, у меня больше здоровья. Правда, на меня сейчас охотятся полицейские. Скорее всего, они скоро меня пробьют колесо. И это как-то усложнит дальнейшее прохождение. Я просто убил двух полицейских. И в это время проезжала патрульная машина. Ну, в лучших традициях моих прохождений, короче. Так. Надеюсь, что сейчас все пройдет гладко. Хотя что-то мне подсказывает, что опять он стоит и тупит. Так. Ой, он поехал. Он поехал! Меня-то таранить зачем? За что? За то, что я полицейских привел на хвосте? Ну, блин, это случайность. Это жизнь, как бы. Меня должны прокрывать друзья, которые у меня есть. Черт подери. О, блин. Что, я два раза его сбил, ему пофигу? Дружище, ну давай ты уже заезжай в это условное место. Какого хрена за мной? Уже три машины гонятся. 12 хп. Блин, да, радовался я, что у меня много здоровья, что все нормально, сейчас пройдем на ура. Угу, остановился мне какой-то хер в голову, выстрелил два раза. Чудом, что не убил. А ведь мог бы. Ладно. По хардкору, так по хардкору. Мельхиор хотел, чтобы максимально хардкорный был. Вот, пожалуйста, я попробую это продемонстрировать. Блин, правда, очень много полицейских. Мне причем-то это напоминает Мафию 2. Особенно в DLC-шках, где там невероятное количество полицейских было в квадратный метр. Возможно, из-за того, что они и так на убогих машинах, он решил их просто количество увеличить. Два здоровья, отлично. Просто изумительно. Ну, это в два раза лучше, чем в прошлый раз, конечно. Тут спору нет. Он заехал. Он таки заехал! Да, он заехал. Фух, я думал, я бы это не пройду никогда. Так, так, пушку, 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 спрячь! Ой, они тупые, это хорошо. Как добрался? А, копы пристали, когда открывал машину. Если бы не Смит Уэссон, то пришлось бы худо. А где Гаспару? Копы? Это плохо. Очень плохо. А Гаспары еще нет. Черт. Надеюсь, что он в порядке. В тот день Гаспара мы таки не дождались. И продали всего две машины. На следующее утро в газете появилась статья, что возле театра была остановлена машина. Документов у водителя не оказалось. И его задержали. Имени и фотографии не было, но что это был Гаспара, сомнений не вызывало. Ему было предъявлено обвинение в угоне транспортных средств. И его осудили на два года. Пока мы пытались его вытащить, Гаспару обнаружили мертвым в своей камере. При невыясненных обстоятельствах. Последнее дело. Ох, жёстко. Прошел месяц после гибели Гаспару. Карл стал напиваться каждый вечер. И мне с большим трудом удалось привести его в чувство. С течением времени мы продолжили наше общее дело. И в один из вечеров Карл подъехал ко мне. Так, ты чё подъехал-то, Карл? Я только что от информатора из Чайна Тауна. Он говорит, что в Оукхилле появилась совершенно новая модель автомобиля. Пока в единственном экземпляре на весь город. Оукхилл? Это же район богачей. И большая часть наверняка связана с мафией. Да нас пристрелят на месте. Известно, чем занимается владелец. Не бойся. Наш клиент содержит сеть магазинов, торгующих сувенирами. А мафии сувениры ни к чему. Тем более, самого хозяина дома не будет. А охраны немного. Ну, допустим. И как туда проникнем? Каков план? Перелезем через ограду. Потом по-тихому приберёмся к машине. Ну, там заводим мотор и уносим ноги. А если погоня? Мы же никогда с часа в территорию не угоняли. Всё бывает в первый раз. Тем более, он у нас будет и последний. После этой работы у нас будет достаточно денег, чтобы открыть своё легальное дело. Какое? Пока секрет. Давай за руль. Если что, оружие в машине. Пока секрет. Интересно, секрет-то какой. Так, ну, последнее дело ночное. Видимо, атмосферно что-то получится. Но мне кажется, что Оукхилл открылся уж явно не в 20-е годы. Ну, ладно, я не буду придираться вот к этим мелочам, несостыковкам временным. Просто езжаем туда на болт Model B. Который также в конце 20-х, по-моему, или в середине 20-х появился. Ну, не знаю, но тут более-менее как-то сходится. Это всё-таки не Крусайдры с первых миссий, первого эпизода. Ой, ну я чую, тут они разговаривать не будут. Какие-то пасхалок найти с моей-то внимательностью будет сложновато. Поэтому встретимся давай-ка с тобой в Оукхилле, до которого чухать ещё... Ой, как много! Прямо на другой конец города. И где-то 5 минут спустя я оказался в Ховыкине, наконец-таки. И только я сейчас осознал, что мне придётся сложно на этом корыте подниматься на холм Оукхилла. Ой-ой-ой. Ну, всё-таки это ночное время. Как-то ностальгия сразу же просыпается от 11-й миссии Визит к Тососумам. А это моя самая любимая миссия в оригинальной Мафии. А та машина была куда круче. И были диалоги с Сальваторо. Интересный персонаж такой, который рассказывал, как он вообще азам взлома обучался. А тут никаких дополнительных диалогов нет. Никаких пасхалок я тут не обнаружил. Я, в принципе, и не пытался, но в глаза ничего не бросалось, по крайней мере, точно. Вот, а то хорошо ночью мало полицейских. Назолевых таких вот на этих пердушках своих. Так, вот это будет очень-очень-очень долгое и утомительное покорение горы. Так, давай-давай, вкуси всю крутость этого возвышения. Ну, в принципе, нормально. Хорошо, что не болтайс. На болтайс, мне кажется, я бы тут просто ругался бы через каждое слово. Так. И, кстати говоря, в этой миссии карту Мельхиор вернул. Тут он решил не ухарткариваться. Ухарткариваться, блин, слов какой жуткий. Ну, чтобы было понятно, к какому именно забору ехать. В принципе, можно было и по компасу догадаться, но тут он решил облегчить страдания некоторым игрокам, которые не так хорошо знают, возможно, город. Так, перелезть через забор там нужно. Ну, сейчас вот тут срежем. И перелезем через забор. Кстати, из оружия настолько бейсбольные биты. Видимо, Смит Вессенс с горя поле обронил где-то. Так. Ты выбираешь момент и глушаешь охранника. Потом тихонько так свистишь, и я подхожу. Заломаем замок и убираемся отсюда. Ага. Тур 810 седан. Конечно, почему бы и нет. В 20-е годы это была самая лучшая тачка. В фантазиях плейбоев. Так, нужно глушить охранника. Нужно подождать момент, пока он... Я думал, он будет доходить до меня хотя бы. Так. По классике. Ой, красиво, как хорошо. А как мы будем взламывать тут замки-то крутые? Ага, она не запертава. Сори, сори. А Карло? А как же Карло? Ах, плевать на него, бездарь. Карло, балбес, ты вообще будешь садиться в машину, а? Или мне угонять без тебя? Или ему за мной, нужно сказать? Блин, нихера не понятно. То есть, мы сюда пришли за тачкой. Тачка вот. А, а, кто... Тихо. А кто там стоит? За забором, мне интересно. Кстати, за забором, по-моему, стоит поле. На самом деле, по-моему, это скинец поле я видел. С бейсбольной битой ты. О, игра вылетела. Ну, по крайней мере, я понял, что нужно тихонечко так свистануть, чтобы он подбежал, и мы, собственно, с ним свалили. Это моя оплошность, я просто не расслышал. Так. Давай, подгадай момент, бига-бига-бига-бига. Блин, как-то мог... Как же можно не услышать, ты вообще глухой, что ли? Наушников в то время не было. У тебя нет никакого оправдания. О, отлично. Скрипт сработал как надо. Ну, звали, мужик... Ну, реально, это реально более... Как там? Замок сложный. Такой еще не встречал. Она открыта, чувак. Я проверял. Нет, у нас времени. Второй охранник может появиться в любой момент. Еще чуть-чуть. Готово. Вообще-то замок выше находится, у боже мой. Не, ну реально же... И это очень хорошо. Бросайте оружие и не делайте резких движений. Наконец-то вы тут, я вас заждался. Мне за оружие только бить, ты че? Что здесь произошло? Какое убийство? Он живой, здоровый. Что за черт? Ты кто вообще такой? Я хозяин этой виллы и этой машины. А также владелец сувенирных лавок. Ха-ха-ха. Не может быть. Ведь... Уж поверьте, может. Ребята, убедите этих двоих. Покажем гостям наше гостеприимство. Итак, начнем с того, что около полугода назад в порту были обнаружены два человека без сознания. Как они мне сказали позже, их вырубил какой-то парень. Есть мысли, кто это мог быть? Без понятия. Вы уверены? Тогда давайте спросим потерпевших. Это он! Он вступился за того угонщика, и они угнали наш автомобиль. Хорошо. Обе стороны мы выслушали. Теперь закончу я. Вас мы нашли уже на следующий день. Хотел наведаться к вам сразу, но решил подождать. Скажем так, чтобы вы успокоились. Наша встреча должна была состояться еще полгода назад, но некоторые обстоятельства отсрочили наше знакомство. Не буду сейчас вдаваться в подробности, это не столь важно. Прийти и перестрелять вас всех мне было скучно, и тогда я подкинул вам дельца, чтобы вы угнали тройку машин, заранее предупредив копов на этот счет. Ах ты ублюдок, да я тебя... Спокойней, а то получишь свинца раньше времени. А ведь я еще не договорил. А нам какая разница? Я как понял, просто так ты нас не отпустишь. А ты сообразительный парень. У меня есть предложение. Хоть вы и хотели присвоить чужой автомобиль, я готов пойти вам на уступки. Вы работаете на меня, отрабатываете стоимость автомобиля, и можете идти на все четыре стороны. Ты убил нашего друга, и хочешь, чтобы мы на тебя еще и работали? Да пошел ты к черту! Это неправильный ответ. Тихо, 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 тихо. Какого времени происходит? Шерф, люди с Алири подъехали. Говорят, что хотят с вами переговорить. Что им понадобилось в такое время? Ладно, тогда я твой в расход. Что делать с трупами, вы знаете. И да, парень, за все это благодари вашего информатора. Какого к херам информатора? Я хочу действия посмотреть. Черный экран. Ладно, слушаем выстрелы на восклики. Это так интересно. Так, кто-то идет к нам. Выберитесь с виллы. Ой, Карл, ну как так-то? Как я-то выжил вообще непонятно. 8-6 здоровья. То есть меня отняли 14 хп. При этом стреляли в меня охренеть как много раз. Но меня отняли биту. Это вот сейчас обиднее всего было. Как же я без биты-то, а? Опа. Спасибо. Ну вот, я не такой-то и уж и невнимательный-то. Ох ты. А какой снайпер-то из меня хороший. Так, Смитвессон 10, Смитвессон. Обыскать труп? Обыскать. Коль 1911. Ммм, вкусняшка! Так, что там у нас? Ребята в Сальери? Ты откуда? Помоги мне. Адон Сальери поможет тебе. Отвези меня в больницу. Я долго не протяну. Не знаю, почему я решил помочь ему. Наверное, подсказал внутренний голос. Или упоминание Сальери. Не знаю. По-любому Сальери. В отличном итоге я притащил гангстера в машину и дал по газам. Да, едьте до больницы. Так, ух ты, смотри. Зеленая рамка ХП. Так, до больницы. Блин, опять карта не работает, черт возьми. Ну, я догадываюсь, что это за больница. Необычная же, конечно. А та самая больница, в которой мы возили и Сэма, и друга Лукс Бертоне в одной из миссий. Что-то, ну, правда, здоровье теряет очень быстро. Ладно, довольно-таки сложно и довольно-таки неожиданно. Гаспара убили в тюрьме. Теперь мы знаем, кто это сделал. Это сделал вот этот тот ублюдок. Парней, которого мы избили. Хотя я твердо помню, что они стонали так, как будто умирали. Ну, ладно, неважно. Вот, он, то есть, подстроил то, что... Информатор нам дал информацию, опять же, о трех тачках, которые нам нужно угнать, чтобы озолотиться на них. Вот две машины мы привезли. Третью не смогли, потому что Гаспара поймали полицейский, которому дал наводку вот этот ублюдок. Вот, и его в тюрьме там чиркнули. Ну, а потом, собственно, еще одна информация по поводу крутой дорогой машины в частном секторе Оукхилла. Пытались мы ее угнать, машину из будущего. Вот, ну, он, естественно, знал. Убил еще и Карла. Каким-то образом Поли выжил. Вот непонятно, каким образом. Вот, честное слово. Не могу понять, как он выжил. Но суть в том, что... Поли выжил. Люди Сальери перестреляли людей. Морел один выжил из них. И Поли решил отвезти этого мужика, когда он сказал, что мы от Сальери. Вот, он решил помочь. И, собственно, мы сейчас едем помогать. Нет, все-таки в Нью-Арке. Да. Все-таки в центральную больницу. Хотя я думаю, что с огнестрельными ранениями там будет много вопросов у докторов. Так, 25 хп, как мало. Блин, я очень много времени потерял, что заехал вон туда. В подворотню. Ой, водила от меня... Из меня просто божественный. Ладно, ладно, ладно. Давай, давай, разгоняйся. Гангстерский Фальконер, ну пожалуйста. Ну же, ну же, ну же. Еще не так много осталось. И ему-то не так много осталось. Так, ну я должен успеть. Блин, если я не успею, то будет вообще печально. С Оукхилла везти опять в Нью-Арке. Ну, будет мне уроком. За счет вот этих вот многочисленных покатушек мод реально растягивается. Хотя действие тут всего минут на 10-15. Успел, успел, успел. Не умирай, давай. Я хочу карьеру бандита в семье. Стремительную желательно. Ну? До больницы мы доехали каким-то чудом. Еще бы немного, и я бы оказался наедине со своими проблемами. Интермедиа 2. Вот так я лишился друга детства. И сам чуть не погиб. Если бы не началась перестрелка, то этот ублюдок меня бы добил. А так пуля пролетела по касательной. Что стало с телом Карла, мне так и не удалось узнать. Как и то, какое дело он хотел открыть. Мне жаль. А что с тем незнакомцем? Ты выяснил, кто он такой? Полный отмороза по имени Джакомо Моретти. Он был правой рукой Морелла Старшего в то время. Он не брезгал добиваться своего, переступая через трупы и пытая людей. И с каждым разом придумал новые, изощренные способы. Морелла тогда был слеп к этому. Но Сальери понимал, что рано или поздно он захочет большего. И лучше иметь вероятного противника в лице Морелла, чем маньяка Моретти. Ребята, не хочется вас прерывать, но через пару часов уже расцветет. А мне еще поспать перед работой не помешает. Да и вам тоже, кстати говоря. А ты прав, как всегда. Ладно, Том. Давай по домам. Погоди минутку. Я хочу узнать, что было дальше. Я не хочу общаться с Мошонкой Томми. Какого хрена он вообще на столе сидит? Лоиджи, слышал? Значит, я все-таки не такой плохой рассказчик. Хорошо, расскажу. Но в другой раз. На сегодня действительно хватит. Ну что, полис-торис-мод вот такой вот вышел. Не очень он длинный. Длинный он может показаться из-за огромного количества поездок. Просто невероятно большого количества поездок. С одной части города, с другой. Роль озвучивали Мартиненко и Новиков. Это Край. Сержио Тесла. Камиль и Мулатов. Серж Мельхер. Выражаю благодарность вот этим вот людям еще. Нику, Супер Хакеру, Михаэлю Орлову, Квантуму, Куастом Тим, Рома, Ярберт. Тестеры. Были использованы модификации. Модификация из Снайпера Ли-3. Серьезно, вообще, как эти игры связаны друг с другом. Ну ладно, в принципе, я могу поставить вот-то оценочку 8 баллов, если закрыть глаза на какие-то там вылеты, на огромное количество поездок. Опять же, там еще пасхалки где-то были, которые я не обнаружил, ну кроме вот классной машины. Классная модель машины, вот, Болт Эйс, полицейские. Прям потрясающе, но скорее всего из-за мода. Вряд ли это сделает сам Мельхиор. Ну, в общем-то, вот такой вот мод. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Как вообще вам понравился мод? Что вы хотели бы в нем исправить? Ждете ли вы второй эпизод? Ну, я, по крайней мере, точно жду. Интересно, как там будут разворачиваться события и дальше. Озвучка потрясающая. Вообще, к парням нареканий никаких нету. Стали профессиональнее. Даже вот, если вспоминать историю Поли, реально набрались несколько людей уверенности. Молодцы, респект вам. Все, всем пока, всем удачи, успехов. Играйте в мафию, любите эту игру. И будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok